Дискофиш 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 Надеюсь, вам будет интересно, познавательно И для себя вы что-то узнаете, подчеркнете Для начала хотел бы немножко о себе рассказать В Санкт-Петербурге я не так уж и давно Примерно год я здесь живу Приехал я с города Южно-Сахалинск Это остров Сахалин Может кто-то знает далеко Взади Там, собственно, я и родился И у меня с детства всегда была мечта Я хотел стать поваром Что, в принципе, на протяжении моего взросления Эта мечта, цель меня никогда не покидала Я рос и всегда все равно хотел стать поваром И, собственно, после школы я, конечно, пошел учиться на повара Учился я три года, но уже к концу первого курса Я уже, в принципе, активно работал по профессии Мне дико доставляло удовольствие После окончания повара-кондитера я пошел учиться дальше Получать вторую профессию Но она тоже смежная Организация предприятий общественного питания То есть с ГМД вообще не относится И, собственно, я работал, мне это нравилось Работал в очень многих местах Очень престижных, маленьких Потому что я бегал туда-сюда Мне было интересно везде поработать Везде ножичком построгать Вот Но в один день я уволился с последнего места работы Потому что, не знаю, мне показалось, что я, наверное, устал И мне позвонил знакомый Он работал в типографии Он сказал то, что им срочно нужен дизайнер Директор и ищет дизайнера в рекламное агентство Я думаю, ну, блин, надо попробовать что-то новое И, собственно, на следующий день пришел Сделал умное лицо И меня взяли на работу А, и в этот же день меня сажают за компьютер И объясняют Дизайнер и директор объясняют То, что у нас заказ висит 3 месяца Не могут утвердить Давай там креатив, что-нибудь делать Оставили меня с компьютером Включили страшный, ужасный CorelDraw И ушли Я сидел, я даже не понял, как этим пользоваться Просто тупил Пытался понять, что-то нарисовать В итоге ничего не получалось Директор кричит Ну, как там дела, как все обстоит Я говорю, вот сейчас тут 5 минут все будет готово А экран пустой Ну, то есть, да, я каюсь, я врал И потом я смотрю, идет директор проверять работу Извините И, собственно, я думаю, блин, делать нечего Я перезагружаю системный блок Они подходят к дизайнеру Я говорю, блин, я тут сделал такую классную штуку Ну, ком перезагрузился И тут как раз подхватывает дизайнер Говорит, да, у нас такой компьютер Он постоянно перезагружается Надо почаще сохраняться Мне повезло Я говорю, давайте я приду домой Что-нибудь сделаю И завтра принесу Ну, хорошо Я пришел домой Открыл флэш Я немножко был с ним знаком Что-то накалякал Принес И отправили заказчику И сразу же утвердили Я думаю, блин, это круто И как бешеный начал изучать графические редакторы И всякую вот эту штуку Печать там Мне этот очень, ну, вот, понравилось Мне кажется, о, вот это все-таки мое тоже То есть второе любимое дело И, собственно, ну, так как я работал дизайнером Естественно, я посещал различные тематические ресурсы Там по графике По цветам Всякие такие интересные штуки И волей судьбы я начал натыкаться на игровые блоги В основном это были блоги Флэш, портальных разработчиков игр Где они делились своими достижениями Рассказывали, как создавали игру И как на этом они зарабатывали И у меня появилось желание создать игру Конечно, ну, я геймер, я люблю играть У меня, конечно, были позывы создать свою игру Но дальше, не знаю, мазни какой-то В общем, ничего не получалось И, собственно, я решил, что надо делать И как раз работа начала приносить, ну, откровенно, боль Потому что, ну, тяжело было работать всякими заказчиками Ну, муторно очень было Вот, я начал, как бешеный Реально, вот, стал делать игру Я приходил домой, рисовал Приходил на работу, на работе рисовал Я понимал, что если я не брошу работу Я не сделаю игру И, то есть, а если я отдам себе игре Я вообще на работе вообще ничего делать не буду И это было бы нечестно По отношению к работодателю Я решил уволиться Я уволился И, собственно, начал все свое время Тратить на доделку своей первой игры Ну, процесс шел, шел, шел И в итоге я сделал игру И моя первая игра была вот такой вот Да Ну, на самом деле, как и многие тоже Кто адекватно осознает То, что первый проект, он, как правило, не козит Но в моем случае Вот это вот оно имеет прямое отношение к игре Потому что в моей первой игре фигурировало вот оно Называлась игра Щиткен Вот этот забавный персонаж Имеет связь вот с вот этой вот Но я надеюсь, что вы будете не против Я вам покажу свою первую игру Надеюсь, он будет интересным Предупреждаю, это самая первая игра Поэтому Да Сейчас мы пропустим Это показано управлением В игре есть кат-сцены То есть мультики То есть Герой выпрыгивает из кустов Смотрит, никого ли нету Тужится Делать свои черные дела То есть он сделал свое дело Ну, естественно Да, и Что-то произошло Вот оно живое Он, естественно Но вы бы в шоке, я думаю, тоже были бы Если бы глаза из вашего вот этого вот появились Ну, игра в переглядке Какая-то вот Искра появляется Как это в жизни бывает Вот вы видите И, собственно, возникает то самое чувство Вот эта эйфория, любовь Между этим и вот этим Они счастливы, они радуются жизни Им весело, они любят друг друга Но появляется какое-то нечто Как в интернете писали Это какое-то космическое там создание Хотя на самом деле это просто ведро Знаете, железное ведро такое Вот, в общем Наше счастье и любовь похищают Вот И улетают А нас оставляют грустить Но так как мы типичный отважный герой Нам нужно спасти По механике ты играл самый-самый простой платформер Где, в принципе, герой ничего не умеет, кроме прыгать Сейчас немножко пройду Вот, если посмотреть, у него писька там болтается Наверное, видно, да? Вон А музыку сам писал А, музыку пишу сам И иногда мне помогает друг Тоже Сахалина Так что совместными усилиями Вот он Короче, нас подставляет Мы падаем вниз Это мой голос, кстати, да В общем, собственно, мы долго-долго летим вниз Пока не буду все показывать Да, кстати, когда анимация смерти Она все время здесь разная То есть на разные шипы или там препятствия Своя картинка Здесь у меня здесь чит такой есть Вот, если посмотреть, там кнопочки Это переключение уровней, сцен Это я сделал для себя Чтобы, ну, быстро тестировать уровни Но решил оставить просто как чит Вот, собственно, мы падаем вниз Падаем на что-то мягкое И, в общем, мы живы И все хорошо Дальше у нас уровень с погоней Когда человек приближается У нас издается звук Вот, как он кресит Ну, в общем, можно сгореть Я просто не буду как бы все-все показывать Так, сейчас, секунду Да подожди ты Далее мы выпрыгиваем из этой пещеры Попадаем на снежную локацию Вот он уже в шапочке Прикрывает глаза Потому что метель Вон, писька маленькая Потому что, ну, холод, естественно Я думаю, это естественно Для живого существа Так что Это нормально Вот у него пар идет Здесь электрические штуки Можно поджариться Я сейчас объясню, зачем я это все показываю Сейчас мы дойдем дальше Дальше нас встречает босс Мы проходим Видим нашу возлюбленную в клетке Мы ее освобождаем И натыкаемся на босса Сейчас вы заметите Сейчас пройдет Вот наша красавица уже в руках Мы ее держим Пытаемся спасти от злого босса Ну, в общем Сейчас промотаем дальше Сейчас, секунду Собственно Простите Не вижу А, вот Так, какой-то А, все, все, все Извините А, все, мы спасаем нашу принцессу Ну, как в обычных платформерах Мы спасаем принцессу И вроде бы все хорошо Мы отправляемся на ракету В ракету И улетаем далеко-далеко Неизвестно Ну, как всегда случается Не все так просто Вот мы видим Здесь появится злодей И нас выкидывают Но мы цепляемся За последнюю возможность Спасти нашу красавицу Последний шанс И, собственно, конец Игра, на самом деле, короткая Но за счет геймплея Конечно, это было бы Дольше, чем вот это все Я показывал Вот К чему это я все показывал Весь концепт игры Каким путем пойти Если вы только начинаете Разрабатывать игры Если, например, вы больше дизайнер Там, художник И только Или может только начинать Программировать И вы только в это внедряетесь Каким путем пойти Если ваши технические возможности Не позволяют реализовать Какую-то игровую фишку Или, может быть Ну, в общем Что-то такое более техническое Чем можно заменить Как вы заметили У меня нет ни одной повторяющей локации То есть, каждая локация Она разная Ну, в принципе, уникальная Кат-сцены Колоритные, я надеюсь, персонажи То есть, всегда есть Обходные пути Чтобы привлечь внимание К вашему проекту Геймплей может быть Даже второстепенным Он может дополнять Вселенную, мир, сюжет И все вот эти сущности Просто найдите другой путь Если вы не можете реализовать Какие-то технические штуки Там, суперкрутой геймплей Там, или Какую-то интересную Новаторскую механику Всегда можно взять Визуальным стилем Сюжетом В общем, много-много-много Чем еще Вот Эта игра была сделана На флэше И, собственно, поэтому Мы переходим дальше к вопросу А, я извиняюсь Трудности Да, какие были у меня трудности При разработке игры Игры Единственное Я вспоминаю трудность Это была то, что у меня проект Постоянно падал То есть Там Я работал в флэше CS5 Он был дико нестабильный И Когда падал Просто программа закрывалась Она ломала проект И его нельзя было уже использовать И очень много раз Приходилось просто начинать заново Да, где-то лежали куски графики Там Ну, я как неопытный Просто у меня все в одном файле было Вот И у меня дико тормознут еще комбо В общем, много-много раз Приходилось заново делать игру Это было сумасшествие Мне казалось Это никогда не закончится Но нужно Ставить цель И доделать до конца Собственно, что я и сделал Да, и теперь Мы поговорим про флэш Сколько ты делал? Делал Месяца, наверное, два Три Где-то так Нет, наверное, где-то два А по часам? По часам? Ну, каждый день Каждый день по сколько часов? По 23 Себя, супер Не, я очень-очень-очень-очень усердно работал Ну, мне это нравилось просто На самом деле Ты не работал Ну, да Я уволился с работы Чтобы сделать игру Свою первую И попробовать свои силы Может И, в общем, собственно Попробовать на этом заработать То есть Я хотел full-time Полное время делать игры И, естественно, нужно Чтобы это приносил Какой-никакой, ну, заработок Чтобы Банально там поесть Вот И Флэш Это уникальная платформа для этого Уникальный рынок И он очень хорошо подходит Как раз-таки для начинающих разработчиков Чем он хорош? Это Первое Это Низкий порог вхождения То есть Язык программирования Например Собирайтесь программирование учить ActionScript Он Особо несложный Там Туча туториалов Обучение В принципе Низкий порог вхождения Вы можете сесть Почитать Поделать 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 Постепенно Вы уже будете осознавать Что уже Что-то можете Но это, конечно При желании И усердии Вот Второе Чем Хороша Флэш Платформа Особенно для начинающих Это То, что Ваша игра Она Сразу попадает К игроку в руки То есть Это веб-платформа То есть Люди играют через браузер Вы делаете игру Загружаете ее На какой-нибудь Популярный Игровой портал Например Newgrounds.com Мне очень нравится Этот портал Если может кто-то знает Потому что Он Больше Поддерживает Такие авторские игры Больше так инди Так скажем Экспериментальные Вы загружаете игру И все Игрок Сразу в нее играет И вы получаете Ценный отзыв Вам В принципе Как правило Люди аргументируют Почему здесь плохо Почему здесь хорошо Почему понравилось Не понравилось Вы делаете выводы И растете Если вам выводы не нужны Комментарии не нужны Фидбэк от игроков не нужны Тогда Делайте игры для себя Играйте в них сами То есть это большое заблуждение То что я делаю игры для себя Я буду делать что хочу Ну и делай игра В принципе Одна дорога Просто нужно Все равно нужно Слушать Конечно Все не нужно Слушать Какие-то вещи А в основном Это конечно Более там Техническая часть Касается Может еще Какие-то вопросы В общем Это очень-очень полезно И флэш Это позволяет Плюс ко всему Как я уже говорил На это можно Заработать Если вы собираетесь Делать игры И собираетесь Все время делать игры То естественно Нужно подумать О заработке В принципе Заработков много Если вы хорошо рисуете Вы можете На аутсорс рисовать Там Или еще что-то Музыку писать Но если Естественно игры То желательно На них зарабатывать Я к сожалению Не написал Но есть портал Можно найти FGL FGL.com Это сайт посредник Схема такая Вы делаете игру Флэш игру Ну сейчас уже там И мобильные игры И всякие разные Делаете игру Ну естественно Регистрируетесь Загружаете туда Получаете Апрув От администрации сайта Вам выставляют оценку По категориям Если какие-то Ну какие-то комментарии Если там есть ошибки Вам указывают Если все хорошо Ну грубо говоря Он ставит печать И Все Ваша игра Доступна В списке новых игр Которые видят спонсоры Спонсоры Это игровые порталы Тоже Ну флэш игровые порталы И что происходит Спонсор заходит Играет в вашу игру Ему нравится ваша игра Он видит перспективу Он ставит ей ставку Ну то есть Ну денежную ставку Это принципы аукциона Заходит другой спонсор Ага Да игра клевая Я поставлю больше И начинается вот Возня Война Потом вы принимаете Лучшие условия Не обязательно По денежным Каким-то критериям Может быть просто Хорошие условия Там разные лицензии Не будем даваться подробности Вот Вы принимаете ставку И все Вы переписываете со спонсором Он вам присылает Свои Брендинг Там логотип Как правило В меню стоит Кнопка More Games То есть больше игр Который ведет На сайт Как раз таки Спонсора И там Перед загрузкой В меню будет висеть Логотип И все В игре Очень редко висит И все И вы на этом зарабатываете Заработать В принципе можно Ну нормально Но Например Я не очень хорошо зарабатываю Потому что Как бы Этот рынок Он больше Казуально ориентированный Ну то есть Игроки Это Все таки Большая часть Это Ну так скажем Работники офиса Да например Они заходят Там поиграют Ну конечно Есть харкорная аудитория Харкорные игры Ну вот Кто ориентирован На больше такую казуальность Тут Ну в принципе Ну ну Кто-то много зарабатывает Кто-то нормально А если вы делаете Больше авторские игры То в принципе Тоже может продать У меня были случаи Я продал такие Трои игры Поэтому В принципе Всем Места хватит Этим хорош Этим хороша Флэш платформа Потому что Еще большой плюс Естественно Когда вы только-только Начинаете разрабатывать игры Это Отличный шанс Чтобы Как бы скажем Тренировка У вас была Потому что Если вы хотите Начать большой проект Ну так Средний даже проект Для этого Потребуется очень много Времени И соответственно Денежных ресурсов Ну то есть банально Это Денежная Финансовая подушка Да Чтобы вы Фултайм могли сделать Игру И не умереть в голду И платить за квартиру Флэш Флэш позволяет Делать Небольшие игры Там игровая сессия Где-то базируется От 30 И далее Минут Ну 30 Там 40 Час 40 минут Думаю нормально И вы как раз Тренируетесь Вы не делаете Вы не рвете Пятую точку Не делаете Сразу супер большой проект Потому что Когда начинаете Делать такой проект Вы сразу Как правило Люди просто Перегорают И Либо не доделывают Либо не хотят делать И в общем Голова пухнет А здесь вы просто Можете Делать Интересный Вложить интересный Концепт Сделать Все что угодно Сделать Просто Она будет компактная Небольшая игра Хотя Если хотите Растягивайте Вот И это будет тренировка Закладывать фундамент На будущем И когда вы почувствуете Что вы уже готовы Можете Вы сделать Большую игру Которая будет Супер-супер популярна Вот Давайте перейдем К вопросу Если вы Например Вы художник Или дизайнер Да Наверное потом Да Лучше Например Если вы художник Или дизайнер А у вас нет опыта Программирования Ну вы дико Хотите Создавать миры И сделать Воплощать их в жизнь Ну точно Создавать игры Для этого Есть конечно Как минимум Два решения Первое Это Может быть Некоторые догадались Это Конструкторы игр Есть такие Конструкторы игр Есть такое мнение Так скажем Труп программисты Хейтеры Ненавидят Конструкторы Потому что На них Они ограничены На них Очень Мало Что можно сделать Но практика Конечно Показывает обратно Есть очень много Инди хитов Которые Успешно продаются В том же Steam В разных Цифровых магазинах И мега Супер успешный Они сделаны На конструктор То есть Люди Они не хотят Заниматься Программированием Они хотят Создавать миры И Воплощать Свои идеи И как раз Конструкторы Позволяют И благо Сейчас они Они очень сильно Развились И В принципе Они мало Ограничены И можно Позволить себе Все что угодно Практически Любой жанр Можно сделать Давайте Рассмотрим Три Конструктора Самых таких На мой взгляд Популярных Первый Это Стенцил Как раз Поддерживая Тему Флэша Флэш Платформы Он как раз Таки Создан Для Создания Флэш Игр Вот как раз Таки Если вы Собираетесь Сделать Игры И вы Художник Дизайнер И не Программист То как Хотите Создавать Игры И зарабатывать На этом То есть Все время Делать Игры У вас Были Финансы И как раз Можно При помощи Стенцила Выйти на Рынок Флэш Игр Еще Чем Он Хорош Тем Что Его Структура Там Как бы Код Так скажем Состоит Из блоков И вы Собираете Эти блоки Грубо говоря Визуально Пишите Код И это Закладывает Базу У вас На Будущее Если Вы Захотите Заниматься Программированием То Эта База Вам Поможет То У вас Будет Сразу Понятно Логика Развиваться Как Это Все Писать Плюсы Его В том Что Он Бесплатен Есть Платная Конечно Бесплатная Версии Ограничения Например Перед Загрузкой Будет Ставить Логотип Made With Stencil Сделан При помощи Stencil И все Потом Не будет И Экспорт Только Будет Флэш И Нативный PC Mac Есть Платная Версия Которая Позволяет Убирать Логотип И Экспортировать На Мобильной Платформы Android IOS В принципе Если вы готовы Будете Можете потом Заплатить То есть Парок Вхождения Совсем Минимальный Вам не нужны Никакие Вложения Вы просто Скачете Программу Рисуете Делать Анимацию Делать Свою Игру И все И можете Спокойно Продать Заработать Это здорово Второй Так Construct 2 Это HTML5 Конструктор Изначально Ориентирован Но он Тоже Очень Мощный И Сейчас В нем Очень Много Экспортов На Всевозможные Платформы Мобильные Там Даже Нишевые Которые Только Появлялись Там Tezen Что Там Еще Firefox Мобильная Операционная Система Только Выходит На рынок Там Много Экспортов И под Windows Phone И На PC Mac Все Что Угодно Инструмент Очень Гибкий Очень Мощный И Можно Все Что Угодно Реализовать Третий Это Естественно Самый Знаменитый Это Game Maker Я с ним Не особо Знаком Но На Нем Очень Много Популярных Инди Хитов Было Сделано И Сейчас Делается Большой Плюс В том Что Он Имеет Встроенный Язык Программирования А он Не особо Сложный Но Если Есть Желание Его Можно Изучить И Делать Еще Лучше Игры А И В Sense Минусов Эти Два Платные Платные знает такие вот кто-то знает вот второе решение это найти программиста вот у него вот у него прям видите перерастает в голове вам нужно стать единым цел главными главный минус в том что найти программиста для среднего и большого проекта если вы даже только начинающий довольно сложно мало кто с вами согласится работать а вот опять же возвращаясь к вашу вам найти будет гораздо проще потому что опять же игра по объему будет меньше то есть работы меньше и найти программистов пару довольно будет просто на том же fgl.com который аукцион сайт есть форум на нем можно найти художник программиста есть flash game dev точка ру там можно тоже найти партнера наверное минус это найти самый такой большой это найти подходящего человека потому что вы можете наткнуться не на одни грабли просто не сработаться или еще что то но если у вас есть например просто знакомый программист какой-то там по удаленке может что было бы хорошо с ним скооперироваться так секунду так да ну есть но большое но вам недостаточно если вы просто художник допустим вам недостаточно просто рисовать нужно уметь хотя бы базово но анимировать это большой критерий гимдеви и если вы просто художник даже если супер красиво рисуете то вряд ли с вами кто-то захочет работать если я между небольшой команде и мало просто рисовать красиво вы можете рисовать шикарный полотна все что угодно но нужно умеете рисовать игровую графику то есть игровая графика это по большей части дизайн вот и нужно освоить эти критерии и если например у вас нет портфолио такого игровой график так скажем то обязательно когда создаете про портфолио ищите человека предоставьте графику которая есть допустим которую вы рисуете и попробуйте там за пару дней просто нарисовать допустим график к игре потому что не все захотят связываться с человеком который просто и красиво рисует но нужно именно игровая графика так что уделить нам нужно этому очень много внимания уделить так теперь давайте перейдем только вещь как дизайн ну вот так давай хорошо чего начинается принципе игра начинается вот с пустоты из ничего допустим давайте разберем на примере создания платформера первую очередь что мы рисуем и рисуем конечно платформу ну нормально для прототипа сойдет чтобы просто обкатать механику посмотреть как это работает да вот мы создали платформу создаем персонажа потом нужно подобрать цвет но обычно так многие программисты оставляют и считают что на чистой идее можно сделать успешную игру которая будет радовать все будут ее любить то есть многие ну давайте абстрактно просто оставим эту графику да допустим и здесь здесь клёвая механика все все дела все дела и вот такая графика сейчас наше время это очень очень редко прокатывает но чтобы как бы гладить свою вину человек который допустим ну возьмем такого типичного программист который клево клево кодит очень хорошо но у него проблемы с художественным вкусом он делает клевый фон вот да давайте уберем типичная ошибка начинающих это яркие психоделичные цветы цвета когда человек открывать графический редактор он везет панель цветов цветов букет цветов и увидит стандартную палитру и сразу используют что я рекомендую просто ее вообще удалить сразу и во всех программах photoshop flash тот же я думаю все графических редактор есть такая фишка создание своей палитры из например картинок вы берете картинку вам понравившуюся то есть сначала вы очищаете всю палитру удаляете все цвета ну там остается только вот белый черный они не удаляются никогда раз берете картинку вам понравишься где красивые цвета и закидывать ее туда в палитру она раскладывается по всем цветам то есть все цвета из этой картинки берутся туда но нужно делать немножко не так вы берете картинку например где преобладают чисто синие цвета больше синих цветов раскладывать ее по палитре все дальше берете зеленый там красный и так далее и потом какой-то можно миксер картинки и получается у вас замечательная палитра вы сохраняете как стандартную и пользуйтесь еще я очень рекомендую не использовать при рисовании белый фон ну во-первых может быть даже смешно звучит на это скучно он не настраивает на что-то такое интересное я например использую синий голубоватый фон и у него есть отличная прелесть такая личная прелесть когда на нем рисуешь более яркие краски то они сразу тебе начинают врезаться в глаза и ты сразу понимаешь они это будет игроку бить по глазам ты тональностью ниже дело что если он так предохраняет как бы от всех вещей не предохраняет ваши безумные психоделичной фантазии но сильной такой кислотности которые болеют новички она вот может спасти поэтому подбирайте себе какой-нибудь интересный фон который будет вам помогать дальше мы подбираем цвета допустим мы выбрали вот такой фиолетовый и персонажи естественно так как перс это персонаж которым управляем нужно его сделать более контрастно у нас будет такой голубой уже уже лучше талия фон конечно фон а здесь вот не видно здесь темно здесь такой темно но не сильно темно фиолетовый такой цвет чтобы тоже хотелось посоветовать допустим чтобы ваша игра была в одной так скажем теме палитной чтобы не было ухода вправо влево потому что многие игры бывают там там один цвет там другую и вообще радуга получается и тяжело иногда в это играть допустим вас платформу вот такого цвета это осна допустим ваш основной цвет вы определились вы берете пипеткой ну берете этот цвет и просто по палитре его тоннами делать и темнее и можно чуть-чуть там красного добавить или синего далеко не нужно выходить по и у вас будет в одном в одном ключе палитра игры что будет радовать естественно игрока дальше дальше у нас как видели было много пустого пространства мы его съели она слишком глаз просто съедает мы сделали потолок тоже кубик и уже картинка стала такой более компактный и на нее не разбрасывается взгляд но в игре есть мы видим очень строгая геометрия то есть все ровно и такое да вот как отпилена так круто это конечно может быть вам нужно с технической точки зрения например у вас тайл ну то есть блок у него коллизия чисто квадратные вас игрок только может по квадратам ходить это тоже не страшно мы просто поверхность по которой ходит персонаж оставляем плоской а все остальные мы добавляем каких-то элементов то есть и уже видим что уже как-то лучше стал то здесь мы добавили шипы каких-то кирпичиков то есть картинка уже становится насыщен не нужно оставлять пустым едем дальше за закрываем вот это вот плоскость которая нас была на блоках каким-то элементами просто вот тоже блоки немножко тень может дырочки при все что угодно ну если у вас такой минималистичный стиль то главное тоже не переборщить ну как бы мы вот эту пустоту забиваем дальше здесь не очень будет видно ну может чуть-чуть видно здесь я добавил вот а вот на на заднем фоне тоже такие блоки которые создают более объемную картинку она уже как бы не будет казаться плоской у вас есть как бы уже в общем два измерения вот передние где-то заднюю то есть уже нету той 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 вот этой вот плоскости фон так как у нас допустим если допустим вас какая-нибудь там серая палитра да вы просто можете просто смотреть тоже по цвету если допустим там серая то можно например забиться трубами каким-то у нас такая космическая более палитра мы просто забиваем звездами и тут проводим линии чтобы подчеркнуть геометрию и принципе уже стало как-то живее персонажу нужны бонусы а немножко здесь еще я на передний план добавил такую вот паутинку в принципе можно еще один уровень добавлять то есть у нас есть получается средний задний и передний можно допустим те же кубики темнее сделать и размыть или что-то угодно передний план а я например сделал такую паутину которая на переднем плане вот у нас персонаж ему нужны бонус все допустим вот ему надо собирать вот эти штучки принципе все отлично но это мертво это смерть вообще смертная и нужно оживить как оживить просто давай простейшую анимацию два там пару кадров и все и сразу по геймдизайнерским ощущениями по всем сразу понятно что вот ту штучку она как бы тебе говорит подойди возьми меня я хочу тебе вот я вот такая прыгайся то есть сразу понятно что это какой-то ну монетка бонус фишка ее можно собирать вот но здесь есть очень очень большое допущение это масштаб игры посмотрите персонаж очень большой и мир кажется для него как бы тесным тут раз раз прыгнул и все в принципе большого простора нету просто меняем масштаб и и меняется сразу ощущение сразу складывается картинка что персонаж очень маленький а мир вокруг него большой и сразу появляется простор для идей там здесь можно холл ход какой не там сделать здесь еще что-то то есть много сразу можно идей придумать это было такое допущение например вот у меня если вы заметили которая показал первую игру с нас был довольно большой и когда управляешь этим это ощущается не очень приятно потому что он какой-то большой громоздки еще не очень а точное управление было поэтому очень очень важно уделить внимание это масштабу игры то есть сделайте наброски там прототип как будет выглядеть мир каким будет персонаж и посмотрите как в общем это все будет выглядеть потому что это очень очень важно может завершающие штрихи и штрихи сделать добавить немножко глубины картинки принципе в 2d это делается очень просто здесь не очень немножко видно здесь мы положили маску такую немножко по бокам затемнение получается ну на мониторе нормально выглядеть получается такой как немножко фиша это грубо говоря немножко линзовать получается и за счет этот объем но еще есть такая вещь которую спасает многое много не доработать ли что эта текстура поверх всего сейчас мы положим текстуру с эффектом наложения у меня с уверлением и придашь придашь наши картинки вот такой приятный вид принципе это очень часто спасает если что-то не доделать и плод это принципе есть дизайн посмотреть как мы начались пару кубиков мы их прокачали то есть смотрите и самое главное конечно начальство цвета подобрать приятную палитру и потом смотреть и убирать лишнее добавлять нужно но главное конечно не переборщить вот теперь я хотел бы рассказать немножко про так скажем креативное мышление вот это очень конечно важно в играх там дизайне и вообще где где угодно я бы хотел привести пример весь петербурге проходил мероприятие next castle party называется в них был конкурс игр я и тема конкурса была как сам обыграть тему следующего за замка в общем замок тема была замок что мы можем сделать да мы можем сделать замок в котором будем бегать или например мы можем защищать замок то есть все типично и банально что сделал я сейчас секунду я взял замок сделал розовым замками персонажа вот радостный замок розовый то есть это подход просто вы берете вещь переворачиваете наизнанку или ситуацию я не знаю ну вот например вы заказали в ключе стол на 4 чашки чая или код без разницы как обычно происходит вы приходите включить подходе к администратору не start и готов от вас стол проходить и вы проходите к столу и стоят 4 чашки чая садитесь все клем если перевернуть эту ситуацию вы приходите администратор показываешь стол а приходите стол стоит вот так вот то есть лицо часть на полу торчать четыре ножки на четырех ножках стоят чашки чая то есть но это уже ну если вы придете так я думаю для вас это будет удивительно необычно то есть просто берете ситуацию и как-то ее абсурдно выворачиваете и чем больше безумия тем лучше тем больше сознание будет работать но тут так немножко вот такого немножко о продвижении игр совсем чуть-чуть расскажу и если вы уже допустим готовы сделать какой-то так скажем стоящий проект который действительно будет нравиться людям которую вы уверены в нем нужно позаботиться о том об информировании то есть как можно раньше вы будете давать информацию игроками вообще заинтересованным лицам тем лучше на помощь нам приходит я к сожалению опять же текст не писал сайт есть такой tick source называется у него есть раздел форум и там есть раздел для blogs вообще дневники разработчиков когда вы создаете свой проект можно прям с чистого листа начать вот я придумал проект там будут такие клевые штуки и постоянно постоянно кормить информации загружать потом какие-то скриншоты прототипы может быть и каждый раз как весь информация наполнять его это очень популярный ресурс tick source я напомню я могу потом написать если что и в эти дневники заглядывает очень много интернет изданий всяких и а вас потом могут услышать и в общем написать про вашу игру плюс если уже у вас есть демка хорошая качественная демка которую вам не стыдно показать пишите также онлайн изданием лучше зарубежным потому что у нас не очень налажен у нас тоже конечно нужно различным обзорщиком они вам пойдут на встречу например rock paper shotgun точка ком очень знаменитый онлайн ресурс но прописи игры конечно он все хватит игры и а класса и indie игры туда обязательно нужно стучаться они вам помогут они даже сами про мы игры писали обзоры я даже их не просил то есть они очень клевые ребят если например есть еще такой способ немножко как-то хитрый если у вас есть игра которая подходит по формату для мобильных платформ и для десктопных например какой квест приключенческая игра которая действительно но она скажем уникальная да вы в нее верите уникальная атмосфера игра первого очередь ну желательно выпусти на ios это если она действительно хорошая эта игра обязательно заметит и она попадет в топ естественно будут скачки покупки рейтинг будут расти и хитрый ход в том что обязательно многие станут писать я хочу эту игру на писи ну или на маг без разницы и на android конечно же на android сразу не вообще не стоит выпускать первую очередь и во вторую тоже не стоит ну если конечно вам надо заработать на этом и все и потом ваша игра уже набрала обороты на ios на ipad и iphone и и все прочее и все и потом вы кидаете новость то что вот мы все-таки сделаем ребят для вас вы до нас достучались мы сделаем для вас писем версию и снова взрыв и снова популярность возрастает вы выпускаете на писи снова все это варится потом и потом можно же под конец подогреть android все равно и украдут как бы неважно вот выдвину и не заработать если встраивать рекламу например в android версию я вот я бы не стал вот мне кажется это трэш в игру устраивать реклама если какая-нибудь козла лачка там то принципе можно серьезный проект встраивать рекламу и распространение бесплатно мне кажется репутация будет портиться и напоследок давайте поговорим немножко кто труб что такое вообще индии как она сейчас себя чувствует существует как она тут вообще по жизни ну хотелось бы привести такой пример это далекой далекой англии данным давно зародилась зародился такой жанр как инди-рок может кто-то знает слушать изначально это да тоже от слова independent было потому что были лейблы издательства которые издавали музыку естественно они ориентировались на пользователя то есть они издавали то что купят появились люди которые стали делать музыку который не захотелось то есть плевать на лейбл естественно это все начал набирать обороты и появились независимые лейблы которые издают инди-музыку постепенно она стала попадать в чарты в топы и кто бы мог подумать самый независимый жанр жанр стал одним самых коммерческих успешных то есть и то же самое сейчас происходит с инди играми и культурой целом изначально изначально были люди которые просто делали какой-то грубо говоря трешак просто вот они не могли особо поделиться этим у них какая-то своя компания была делали игры какие-то безумные с крутыми идеями ну как правило они выглядели совсем неказисто вот появилась цифровая дистрибуция люди начали понимать что на этом ну то есть можно продать игру через цифру через интернет донести людям естественно план качества нужно поднимать нужно делать качественный продукт люди стали делать также уникальные игры с уникальными идеями но уже красиво оформлено и это продавалось но сейчас все порог вхождения все ниже 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 контента все больше и больше больше и уже трудно с этим так скажем конкурировать потому что каждый день очень много всего выходит люди играют забывают что с этим делать если вы действительно планируете быть независимым разработчиком уделять все свое время играм и хотите жить на этом и чтобы вы были интересны людям и ваше творчество было интересно людям то в первую очередь вообще нужно отказаться от этого индии и мне кажется а еще извините такой момент то что вот мобильной платформы они сейчас все стирают вы допустим заходите скачиваете игру она клево но вы не знаете она индия на или не индия она может быть сделала сотни человек а может быть одним ну кому надо тут конечно поинтересуется там может в кредит и зайдет почитает но вот эта грань она размывать со временем и скоро на мой взгляд этого уже не будет про люди будут просто потреблять игры есть клёвая игра понравилось все лайк отлично плохая игра говно слили и не будет уже такого большого прям разделение там инди не там true не true что с этим делать нужно позиционировать себя как автор как делать авторские игры делать желательно конечно это делать одному если вы креативная интересная личностью можете что-то интересное делать но я думаю все могут если потрудиться потренироваться то принципе думаю всем он потому что все личность и выпускать свои вот эти вот интересный проект который действительно будут уникальны то есть повторять историю которая была вот чуть ранее делать уникальные игры которые самого начала были ну конечно же оформление важно ну я вам показал на примере то что супер график и не важно это больше дизайн и вот мы набросали эту графику принципе можно блоком бен платформер такой сделать под приятную музыку и я думаю это принципе нормально бы пошло интересно было бы играть и пытаться продвигать себя как автор потому что людям уже не интересно следить что там та инди студия сделать то что чуваки там какие-то сделали вы позиционируйте себя как автор как уникальный автор а за персоной в принципе в любой медиа это интересно следить и просто за вами будут следить вы будете нужно ближе к себе людей держать публику общаться с ними слушать их и в общем делать уникальные авторские игры спасибо большое за внимание я надеюсь никто не не уснул было интересно спасибо большое что выслушали и дотерпели спасибо если есть вопросы например каким самым большим успехом планирует гейм-дизайна именно какую самую клевую механика насчет сам продаваемые не скажу потому что с этим плохо ну так средненько ну я не знаю например я могу прям что-нибудь показать вот я например могу сейчас секунду например на тот же днем раунд зайду сейчас секунду я был на нью граунде топах я просто сейчас не занимаюсь портальными игры просто это уже уже не мое для меня это был как бы стартовая . опыт вот да сейчас делаю так а ну на самом деле это это была моя вторая с половиной игра но ну на мой взгляд там интересный механик субстанция а про субстанцию ну на самом деле нет не особо здесь игра повествует о мире букв которые я собрал вообще за неделю на самом деле поэтому она немного кривая и в ней после простой стиль мир букв но мы бук y но вай мы перевернуты то есть мы родились уродами над нами все смеются ну вот тут немножко затянута так что я извиняюсь придется подождать пока до геймплей дает то есть мы ну вот я иду ну это был действительно очень очень простой проект ну то есть не очень просто это за вот реально за неделю где-то сделал просто появилась идея хотелось все очень-очень быстро воплотить нет нет не такой не в общем чувак идет и он хочет покончить жизнь самоубийством потому что ну на него давит этот мир потому что он урод перевернута вот мы идем и скидываемся ну вот нас засасывает куда-то наверх божественная сила и до создатель ну в общем он ему дает такую уникальную способность как так как он перевернутый он может переворачивать мир нет там переворачивать персонаж здесь первое переворачиваться мир но а то игре я еще вот кстати не знал тогда здесь немножко по-другому да и там головоломки за счет вот этого ну принципе есть еще не не знаю но это экспериментальный point and click скажем так есть скетч и вот у чувака есть планшет то есть на windows фон а на windows 8 и при вот но это как бы наброска запрос ну собственно они мне написали с ним там пан понравилось да им понравилась механика одной на игры и они попросили создать игру про ну сейчас я могу найти сейчас секун ну я бы не сказал что это прям такой супер-супер знаменитый ну в какой-то в какой-то среде ну как бы наверное знаю я я не знаю честно как бы я принципе много выпускал проектов потому что я много работал быстро много выпускал и может быть просто стилем ну они могут среднем и большом доходе что для тебя как как я уже сказал я не сильно финансово подкован то есть ну вскрывать нечего как бы я я не богат и вообще вообще не богат я думаю если он столько зарабатывать то и ему это интересно то мне кажется стоит сначала попутно с работы попробовать потому что первое время просто может не выгореть вообще ничего как ну примерно хотя бы я одну ну десять я заработал на на игре могу зарабатывал 10 тысяч долларов да ну за игру но там же сроки соответственно могут растягиваться можно и за неделю это все быстро я просто честно по 2 чертами найдусь спонсоры да нет они покупают права на распространение в вебе все права на игру на графику на код принадлежат только тебе то то есть есть разный тип типы лицензии сейчас я поясню секунду самая простая это primary по-моему называется да primary primary лицензии это то есть ты устраиваешь брендинг в игру то есть логотип спонсора и у тебя кнопка больше игр ну more games меню который ведет на сайт естественно спонсора да ему это выгодно потому что она по сети плавает игра и к нему переходят это самая простая модель и она ее игру в принципе ты как бы продаешь одному спонсору и через время ты уже можешь продавать другим спонсором за распространение этой игры да да но я говорю есть такие типы лицензии потом ты эту же игру можешь еще раз продавать как бы что сколько это были успешные ну я на ней ничего не заработал это реально да то есть если даже больше ты будешь ну я не говорю что это плохо если тебе как бы интересно именно заработать ну в большей степени да ну ты хочешь делать любимое дело в принципе игры ну делать игры это круто заработать ты можешь в принципе мониторить игры смотреть какие тенденции есть что круто что не круто делать и так скажем быть в тренде и действительно зарабатывать то есть если тебе нужно зарабатывать ты будешь делать игры на которых ты будешь зарабатывать флеш не мертв и я не думаю что он дал потому что он вообще очень сильно развивается и флеш буквально вот новая версия флеша вышла вот пара недель назад рынок рынок очень долго еще будет существовать потому что его и вот и его нет смысла разрушать он не гаснет нет 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 но понятно что поэтому я сейчас такая модель как бы тут тот же fgl есть такая модель ты делаешь флеш игру и вместе с ней ты можешь сделать мобильные версии android ios и а спонсор уже будет распространять две версии они принципе они все позволяют да все позволяют кроме того сам флеш позволяет импортировать ну там конечно пока еще есть свои заморочки но это как бы реально ну как с них акт да сейчас а вот я сейчас зайду вот тег ну тег форум тег сорс вот он тег сорс и вот раздел вот вот фидбэк и вот дев локс это денег и разработчик вообще я советую туда заглядывать потому что там нереальная куча крутого контента люди делятся над чем они работают в общем вдохновить вдохновление там поискать а по поводу игры под вечер ставим там в принципе простая механика вот я нашел на ютубе да что там него тут да блин то есть у нас есть поле из блоков любой блок можно разрушить кликом мышки я уровне все там сам я не просто сказали там вот там босс будет такой там босс будет такой вот да механика моя тут чувак просто ачивку хочет взять там разрушить все блоки сейчас я дальше проедусь персонаж катится общем синамон банут этот и появляются разные ловушки шипы там телепорт и в общем она развивается развивается там он катится вправо нет он сам катится а ты уже должен соображать как ему путь построить то есть какие блоки там разрушить читала зависла в общем там боссы вот там ледяной король где-то там был а он такого дошел до пингвинов там в общем такая механика принципе простая она но у них как бы больше детская серна аудитория который играет в игры поэтому и как раз и думаю нормально будет вот здесь гюнтер эти бегут да нет но если ты конечно там то фигище зарабатывать что стоит подумать об и п если вы не боитесь как бы на государство налог там ничего сложного ты просто 99 долларов в год платишь и подписку и все и там бумажки там не много фирма мнение там есть бумажки там просто там галочки ставят подписываешь и ничего сложного нет вы все просто все слушать точки зрения разработчики можно сказать и так фэс сейчас будет второй фэс кстати уже вы второй фэс не там только трейлеры быть вы чего ребят на самом деле я не очень сильно прям последнее время слежу потому что реально некогда и вообще я играю в сбокс ну на xbox это тоже много инди игр что из последнюю но это не новая но очень а в общем общем взрывная штука может кто знает а у меня есть даже купленная стиме ну тут сворт сворта спорта непи сейчас эти люди делают на иксбокс ван это новый сбокс который будет они делают проект свой вот от создателей сорта сворта сворта и пик супер бразер сворсен форсере и пик ну я лучше на ю тубе включу я думаю многие любят играть на ю тубе да конечно и вот же я говорил про модель распространения они они сделали сначала на айпаде ну на ios а потом уже на нет пока нет что с ним на чем это сделано без разницы хоть flash хоть не flash ну то есть чтобы это в нативное было запаковано то есть ну и к за этом об об этом не знаешь сорт на форсере нет но я не знаю на чем это саундтрек ну трейлер я не знаю она на самом деле дико дико стильная это на супер пиксель но ее делали большие профессионалы но например я как игру я не могу понять принципе как для меня это вообще это как был аудио визуальная игра из последнего индии еще успешно мне понравился протеус или протеус называется это как раз таки аудио визуальная даже не совсем привычном понимании игра мы просто ходим по по лесу по морю там по берегам и каждый объект он издает звук и мы просто ходим и вокруг нас играет музыка это просто очень такой эльбин ты играешь наушников и круто то есть много экспериментальных вещей до сих пор люди делают и место как бы полно всем хватит мест ну в общем как то так если есть вопросы еще слушай на твоих взглядах говорю что флешни умирающих именно хиты вели 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 супер гексагон от него же от перри к нам надо бешеное вот это вот это все флэш сейчас а чего так ну кингом рашид так это не давно да это я на не подстеглый просто не вообще это как бы индии это ну они там людей сколько там людей там ну игра как бы выстрела и она но это чисто из флэш гэмдио а из смысле из флэш как нативная платформа и известны вот лоун сувай вар был такой 2d хоррор пиксель арки такой довольно приличный что еще ну те же ботаникула машинариум принципе это тоже flash а еще например наш русский чувак сделал вот вот этот пример надо обязательно показать кто филдренерс который типа тоже ноутс только этого да 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 по моему да они как же он до интружен тружи по моему 4 то есть один человек делал как бы много принципе лет ну сколько там года три на не помню но он делал свободное время и это все flash там все завязано дикой физики то качественные продукты она стимах вот просто посмотрите финальную битву с боссом и скажите что это flash просто если у вас какой-то скептицизм остался по поводу flash просто чувак очень-очень хороший программист он знает как с всем этим работать это flash а еще я хотел сказать то что flash чем клевый плане платформы разработки игры и плане так скажем пиара игры это вы делать ну вы делаете разрабатывать нативную ну да там писем ак допустим но клево то что демку вы можете распространять по игровым порталов или на свой сайт игрок заходит ему не нужно скачивать демо версии он просто браузере не играет что помогает распространению то есть и это же биндинг он файзинг айзек если кто знает эту игру от эдмунда макмиллан мидбой который сделал вот они демку также выкладывали на не грамм для промоушена это очень отличная модель ну там чувак младенец ходит по подземельям да 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 это flash тоже ну то есть там на самом деле вот 10 минут битва с боссом идет это тотальное безумие просто об вот эти этим закончился чувак делал не спеша после работы за сколько там 33 два года собрал игру и на ним успешно заработал она также стиме есть и прочих там магазинах так что флэш это круто но я думаю все да